Всем привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами своим любимым рецептом квашеной капусты с морской солью и тмином. Я рассматриваю квашеную капусту не просто как вкусную закуску, но как бесценный продукт в рационе питания, поскольку это доступный пребиотик и кладезь полезных микроэлементов и витамина С. К тому же морская соль обогащает капусту йодом, а тмин придает пикантность вкусу и улучшает пищеварение. Итак, первым делом необходимо тонко нашинковать капусту. Я упрощаю себе задачу и натираю капусту на терке со специальной насадкой для нарезки овощей. Это очень удобно и быстро. Очень важно не натирать кочерыжку, иначе она придаст горечь капусте. Далее добавляю соль и сахар. Все перемешиваю и начинаю мять капусту толкушкой, можно руками. Когда капуста даст сок, оставляю ее на минут 15, чтобы выделилось еще больше сока. Теперь меняю насадку на терке, насадка для корейской моркови и натираю морковь. Далее добавляю тмин. Все тщательно перемешиваю и снова мною капусту отбиваю толкушкой, можно руками. Должно выделиться достаточно сока. Квашу капусту в стеклянной посуде, так как пластик и металл не подходят для закваски. Можно заквашивать в стеклянных банках, я беру для этого глубокую стеклянную чашу. Тщательно утрамбовываю капусту. Сверху кладу блюдо подходящего размера. Очень важно, чтобы при надавливании блюда на поверхности было достаточно сока, чтобы он полностью покрывал капусту. Сверху ставлю груз, у меня это банка с водой, и оставляю на 3 дня при комнатной температуре. Один раз в день необходимо обязательно прокалывать капусту вилкой, либо палочкой для суши, как я, чтобы вышел газ. Спустя 3 дня раскладываю капусту по баночкам, плотно утрамбовывая ее, чтобы сверху капуста была покрыта соком, и храню в холодильнике. Квашеные овощи очень полезны для нашего пищеварения, поэтому очень советую чаще включать их в свой рацион питания. Надеюсь, видео оказалось для вас полезным. Желаю вам крепкого здоровья и добра! До скорых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!